МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 24. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом Аль-Фалихом. На встрече были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-саудовских многоплановых отношений. Глава нашего государства с удовлетворением подчеркнул динамичное развитие двустороннего сотрудничества в последние годы. Так, несмотря на пандемию, осуществляется активный диалог на уровне государственных органов и бизнеса двух стран. Еще одним свидетельством этому стало прибытие в Узбекистан в составе делегации министра инвестиций, руководителей порядка 30 ведущих саудовских компаний. Министр инвестиций Халид Аль-Фалих поблагодарил президента Республики Узбекистан за оказанный теплый прием, передал приветствие и наилучшие пожелания от короля Саудовской Аравии Салмана Аль-Сауда и наследного принца Мухаммеда Аль-Сауда. Он выразил искреннюю признательность за поддержку инвестиционных проектов саудовских компаний и созданные благоприятные условия для их продуктивной деятельности в нашей стране. Накануне в Бухаре был успешно проведен совместный бизнес-форум. Принято решение о создании делового совета. Подписаны соглашения о реализации крупных проектов кооперации. Вчера был дан старт проекту строительства новой современной теплоэлектростанции мощностью 1200 мегаватт в Сардаринской области с участием корпорации «Аквапауэр». Кроме того, совместно с данной компанией будут возведены ветряные электростанции в Бухарской и Новоиской областях с совокупной мощностью 1000 мегаватт. В целом, количество совместных предприятий и проектов в Узбекистане с участием саудовских инвестиций за несколько лет увеличилось в разы. В ходе переговоров были обсуждены конкретные проекты практического сотрудничества, достигнутые договоренности о подготовке и реализации новых проектов в энергетической, нефтегазовой, газохимической и химической отраслях, промышленном секторе, сельском хозяйстве, сфере здравоохранения и фармацевтики, а также в других направлениях, в том числе на основе внедрения принципов государственно-частного партнерства. Особое внимание уделено вопросам развития инструментов финансовой поддержки совместных программ и проектов, включая создание инвестиционных компаний и микрофинансовых организаций в Узбекистане. Согласовано, что для проработки и продвижения этих инициатив будет принята и реализована дорожная карта. Возобновлена деятельность межправительственной комиссии, сформированы рабочие группы по приоритетным проектам. Для нас это большая честь встретиться лично с президентом. Он уделяет очень огромное внимание развитию Узбекистана путем обеспечения открытой экономики, стимулирования инвестиций, привлечения зарубежных предпринимателей, создавая им все необходимые условия. Саудовская Аравия имеет достаточный потенциал в сфере энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, здравоохранения, транспорта. И президент Узбекистана выразил готовность оказать содействие нашим компаниям, ведущих деятельность в вышеназванных направлениях, инвесторам, которые намерены вложить средства в развитие той или иной отрасли. Отрадно, что были выдвинуты конкретные предложения, реализацию которых мы увидим в ближайшем будущем. Уже подписаны контракты на сумму 2,5 миллиарда долларов, и это очень важный проект для обеих сторон. И мы очень надеемся, что это только начало. Вместе мы сделаем еще многое. Приложим все необходимые усилия для воплощения в реальность этих проектов намеченные сроки. В эти минуты президент Шавкат Мерзиёев знакомится с презентацией инвестиционных проектов в сферах промышленности и логистики. Более подробно об этом мы расскажем в наших последующих информационных выпусках. За подписью руководителя страны вышло постановление о мерах поддержки научно-исследовательской деятельности и внедрению системы непрерывного профессионального развития в сфере народного образования. Согласно документу, с 1 марта стартует система изучения потребностей работников в повышении квалификаций. А профессиональное развитие будет выстраиваться индивидуально. Причем все результаты, опыт и потенциал найдут отражение в личном портфолио. О других новшествах, внедряемых в сферу и целевых индикаторах в комментарии программы. Эффективность, результативность, отдача и достижение поставленных целей. Перед началом какого-либо дела или реализации перспективных бизнес-планов каждый шаг требует не только отдачи и самоотверженности. Уровень профессиональных знаний имеет превалирующее значение в процессе воплощения в жизнь поставленных задач. Но если учитель не обладает нужным потенциалом, что можно ожидать от его учеников? Сегодня преподаватели повышают квалификацию раз в пять лет. Это нормально? Конечно же нет. В современном мире за год-два меняется все окружение человека, не говоря уже об информационных и педагогических технологиях. Международный опыт, в том числе таких стран, как Финляндия и Эстония, входящих в мировой топ по качеству образования, показал, что совершенствование в этом направлении не должно останавливаться ни на миг. Потому в соответствии с постановлением президента о мерах поддержки научно-исследовательской деятельности и внедрению системы непрерывного профессионального развития в сфере народного образования, с 1 марта 2021 года внедряется новый порядок повышения квалификации педагогов на основе непрерывного профессионального развития, когда учителя ежегодно будут развиваться и повышать свой интеллектуальный и предметный потенциал с необходимостью сбора нужного количества кредитов. Подписанное постановление открывает новую веху в развитии системы повышения квалификации сотрудников народного образования. Так как до сегодняшнего дня система повышения квалификации для педагогов была основана на систематичном характере, то есть они приходили и повышали свою квалификацию каждые 5 лет, а потом, грубо говоря, 4 года и 11 месяцев только работали, по новой системе внедряется непрерывная система повышения квалификации, когда устанавливается ежегодное требование, количество часов, когда педагог должен будет повысить свою квалификацию без отрыва от производства, то есть не покидая свою школу и не останавливая педагогический процесс. А до этого каждые 5 лет, когда педагог ехал в Центр повышения квалификации, останавливалась его трудовая деятельность, взамен было необходимо найти другого педагога, поскольку учебный процесс в школе не мог остановиться. В результате этого очень сильно снижалось качество образования. Документ готовился основательно. В период с 5 ноября по нынешний день прошло 10 обсуждений, вебинаров, круглых столов, видеоконференций, а также в социальных сетях. В разработке принимали участие специалисты 14 министерств и ведомств, в том числе зарубежные эксперты. Безусловно, он содержит много инновационных моментов. Но именно это свидетельствует о дальновидности руководства, которое предвидит те вызовы, которые встанут перед системой образования в будущем и уже сейчас направляет все свои ресурсы на развитие человеческого капитала в Республике Узбекистан, что вызывает самые положительные эмоции. И это подкрепляется не только текстом формальных документов, но и теми проектами, которые реализуются уже сейчас. Здесь нельзя не упомянуть совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан. Практика будет осуществляться следующим образом. Разрабатываются дифференцированные программы повышения квалификаций и внедряется практика подготовки работников народного образования по программам, соответствующим их уровню квалификации, знаний, научно-педагогическому потенциалу, опыту работы и индивидуальной траектории профессионального развития. В дополнение к традиционному повышению квалификации вводятся гармонизированное, дистанционное и другие виды профессионального обучения. Индивидуальный подход к каждому педагогу. То есть, во-первых, до сегодняшнего дня повышение квалификации строилось на одном учебном плане. То есть, педагог математики, будь ли он высшей категории, либо второй категории, либо первый, приходя в Центр повышения квалификаций, учился на одной программе. Кому-то это было слишком сложно, кому-то это было очень просто. Теперь будет строиться индивидуальная траектория образования, и каждый педагог, исходя из своих знаний, из диагностики, для него будут подобраны определенные модули. Делается это для того, чтобы избежать так называемой уравниловки и индивидуально подходить к каждому. Утверждается минимальный размер кредитов, так называемых академических часов, которые должны быть набраны работниками народного образования в системе непрерывного профессионального развития. А также перечень альтернативных форм повышения квалификации учителей, и определяется размер кредитов, соответствующих каждой форме. При этом освоившие альтернативные формы считаются накопившими определенную сумму кредитов по соответствующей форме. Такие развитые страны, как Сингапур, Южная Корея, Голландия, в которых образование считается одним из лучших, пользуются данной кредитно-модульной системой. И там определенное количество часов, не менее 100 часов в год, предоставляется учителям, которые проходят их как обязательные. Я думаю, что такая система даст свои эффекты, свои результаты, и мы об этом еще будем говорить в дальнейшем. Ну и следующий аспект, который заслуживает внимания в данном документе, я считаю, что это дифференцированный индивидуальный подход. При существующей системе нынешней педагоги объединялись в группы, и при этом не учитывалось то, что у каждого свой педагогический опыт, свои какие-то психологические данные. То есть каждый учитель самобытен и особенен, и каждому учителю предлагалась единая форма, при которой проходило вот это самообразование. Но оно не давало особого эффекта. Теперь педагоги будут иметь возможность учиться либо в высших учебных заведениях, повышать свою квалификацию, либо в частных учебных заведениях. То есть тем учреждениям, где они прошли обучение, будет компенсирована сумма обучения. То есть государство будет оплачивать и высшим учебным заведениям, и частным секторам. И это даст возможность больше вовлечь организации и учебных заведений, а с другой стороны повысить конкуренцию. Процесс повышения квалификации педагогов увлекаются не только 14 фузов, готовящих соответствующие кадры, но и негосударственные образовательные учреждения, реестр которых формирует Министерство народного образования. Совместно будет разработан реестр негосударственных образовательных организаций, которые будут осуществлять повышение квалификации педагогических кадров. То есть для негосударственных и государственных организаций будут разработаны новые требования, по которым данные организации могут осуществлять данную деятельность. До 1 июня 2021 года будут разработаны и внедрены в практику модули педагогической подготовки студентов непедагогических направлений, бакалавриата, высших учебных заведений, научно-исследовательском институте по изучению проблем и перспектив народного образования имени Авлоуни и региональных центров повышения квалификации. Отметим, что приниматься будут студенты последних двух курсов. Освоившие модули дополнительно получат сертификат и смогут преподавать в средних и профессиональных учебных заведениях. На сегодняшний день не хватает свыше 1000 учителей по информатике и иностранным языкам химии. Помимо этого окончившие вузы по непедагогическим направлениям дипломированные специалисты смогут пройти шестимесячные курсы и начать преподавать. Обозначены меры по рассмотрению основных восьми задач института имени Авлоуни и его статуса, требования по оплате труда сотрудников и стимулированию источников финансирования, в том числе в небюджетных. С 1 июня 2021 года в институте начнет функционировать годичная магистратура по специальностям менеджмент в образовании и обучения взрослых на платной контрактной основе, подготовка докторов педагогических наук по специальностям менеджмент в образовании, теория методика преподавания предметов и теория методика электронного образования. Документом утверждается целевая программа по совершенствованию деятельности, целевые показатели, план график, повышение квалификации сотрудников научно-исследовательского института по изучению проблем и перспектив народного образования имени Авлоуни, а также дорожная карта по непрерывному развитию профессионального образования работников сферы. Запланированы стажировки научных сотрудников в ведущие мировые центры для изучения передового педагогического опыта и технологий. Все это в комплексе позволит ежегодно осуществлять непрерывное профессиональное образование для 450 тысяч учителей и около 2000 методистов. 81 тысяча работников народного образования пройдут обучение на независимых дистанционных курсах повышения квалификации международного уровня. Учитель сам будет решать, выбирать, как, где и когда он будет учиться и чему учиться, учитывая именно свои пробелы в знаниях, которые у него есть на данный момент. Мы понимаем, что именно наука должна, в сегодняшний третий ренессанс, именно наука должна послужить прогрессом развития экономики нашей республики. И кто, как не мы, учителя, должны этому способствовать. Старая система повышения квалификации именно учителей в школе, она, конечно же, немножко устарела. И именно вот это вот новое постановление даст возможность учителю коренным образом пересмотреть свой подход к получению образования. Ведь учиться надо на протяжении всей своей жизни. Хочу отметить три основных аспекта этого постановления. Во-первых, документом институт имени Аулауни определяется в качестве ведущего центра по изучению лучшего международного опыта и его введения в практику. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что институт будет занимать особое место в плане доведения передовых научных изысканий. Во-вторых, важную роль играет сотрудничество Министерства образования, Госинспекции по надзору в сфере и Министерства высшего и среднего специального образования. В-третьих, утвержденная дорожная карта на годы вперед определила конкретные задачи для работников системы образования и системы переподготовки. Постановление президента – важный шаг для улучшения качества образования в целом. До 30% нагрузки ляжет на частый сектор. В два раза вырастет число профессоров в региональных центрах переподготовки. Более 30 научных сотрудников смогут не только ознакомиться с опытом, но и перенять его в Корейском институте развития образования, Академии Финляндии, Российской академии образования, Российском государственном педоинституте имени Герцена, Питцбургском государственном университете. Для внедрения финского или другого зарубежного опыта в наши школы, в первую очередь, необходимо обязательно повысить квалификацию педагогов, которые работают в данных школах. И в этом случае наши педагоги, наши преподаватели являются самым главным звеном в реализации поставленных задач по внедрению финского опыта. И в этом отношении повышение квалификации педагогических кадров в новом формате с учетом международного зарубежного опыта будет способствовать повышению качества образования. Государственные инспекции совместно с Министерством образования будут постоянно обновлять и усовершенствовать данные учебные программы в соответствии с развитием мировой экономики. Ученые института смогут опубликовать свыше 50 научных сотей. Так же как в здоровом теле здоровый дух, так и у хорошего наставника в основном грамотные и развитые ученики. Один учитель может дать классное образование сотням, и эти сотни выльются в тысячи, миллионы квалифицированных и профессиональных кадров. Если они окажутся в том месте, где они принесут больше всего пользы, то отдача и результативность не заставят себя ждать. И продолжая тему развития сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии. В рамках визита прошел ряд встреч, направленных на дальнейшее взаимодействие по различным направлениям. Более подробно о них далее в обзоре программы. Торгово-экономическое взаимодействие между Узбекистаном и Саудовской Аравией динамично развивается по всем направлениям. Как было отмечено на мероприятии, сотрудничество между Министерствами энергетики и инвестиций в Нижнюю торговлю Республики Узбекистан и ведущей на рынке энергоресурсов Саудовской компании было налажено еще в марсе прошлого года. Тогда же были подписаны соглашения, в рамках которых до сегодняшнего дня реализованы три основных этапа проектов по увеличению производства чистой энергии в стране до 2500 мегаватт. На торжественной церемонии с участием делегаций двух государств в режиме видеоконференц-связи с городом Ширин был данный старт строительства теплоэлектростанции мощностью 1500 мегаватт в Сардаринской области. Выступившие признали, что коэффициент полезного действия проекта стоимостью 1,2 миллиарда долларов составляет около 60%. Такой показатель позволяет сэкономить почти вдвое больше природного газа, потребляемого в настоящее время для производства электроэнергии по сравнению с другими электростанциями. Сегодня начато возведение теплоэлектростанции мощностью 1500 мегаватт. Это один из крупных проектов, который реализуется в рамках подписанного соглашения. При строительстве этого объекта было обращено внимание на самые современные технологии и экономичность при производстве электроэнергии. В течение 36 месяцев электростанция будет построена и введена в эксплуатацию. В год будет вырабатываться 12 миллиард киловатт в час электроэнергии. Ну а тесное сотрудничество между нашими странами в энергетической сфере будет способствовать воплощению в жизнь будущих перспективных проектов. Как отмечалось, инвестиции включают новые разработки для трех крупных энергетических проектов общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов и общей мощностью 2500 мегаватт. Подписанные документы и начатые работы для энергетической отрасли страны имеют очень важное значение. С зарубежными партнерами и консультантами мы разработали концепцию по развитию энергетической сферы Узбекистана до 2030 года. И это только начало. Конечно, это первый большой проект на основе ГЧП. Самое главное, принята целая программа по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Будет также создан Центр по водородной энергетике. По этому направлению мы подписали соответствующий документ. В целях развития водородной энергетики в Узбекистане мы будем работать совместно с Министерством энергетики, Академией наук Узбекистана, отечественными учеными и ведущими мировыми компаниями, которые достигли значительных успехов в этой сфере. На мероприятии рассказали также о строительстве ветряных электростанций общей стоимостью 1000 мегаватт в Бухарской и Новоисской областях. Между Министерством инвестиций, внешней торговли и Саудовской компанией подписаны два инвестиционных соглашения. Мы гордимся тем, что принимаем участие в реализации комплексного плана реформирования энергетического сектора Узбекистана. Мы работаем как одна команда в этом направлении. Хочу выразить благодарность нашим партнерам за начало успешного строительства проекта и подписание важных инвестиционных соглашений с правительством Узбекистана. Эти договоренности по возведению ветряной электростанций БАШ и Джон Кельде в Бухаре и Новои отражают наше стремление двигаться вперед в процессе реформирования энергетической отрасли и стимулирования социально-экономического развития страны. Это будет способствовать плодотворному взаимодействию между Королевством Саудовской Аравии и Республикой Узбекистан. В рамках мероприятия между Министерством энергетики Узбекистана и Саудовской компанией достигнута договоренность о развитии водородной энергетики. Это соглашение является первым шагом в усилиях Узбекистана по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов парниковых газов посредством исследований в области водорода и возобновляемых источников энергии. Именно эта проблема освещена в Парижском соглашении в рамках Конвенции ООН об изменении климата. Реализация же этих трёх проектов является гарантией увеличения энергетических мощностей Узбекистана до уровня сегодняшних потребностей. Ожидается, что к 2030 году рост потребления электроэнергии в Узбекистане достигнет 110 миллиардов киловатт-часов. Ну а совместные проекты послужат повышению энергоэффективности, а также развитию и внедрению возобновляемых источников энергии в стране. Встреча руководителей Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан с представителями государственных органов Королевства Саудовской Аравии обозначила перспективы взаимовыгодных связей в данной сфере и видение механизмов их реализации. Гости были проинформированы о развитии рынка труда и деятельности профильных структур по формированию системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции в Узбекистане. Участники диалога сошлись во мнении, что сотрудничество должно охватывать такие актуальные на сегодняшний день сегменты, как туризм, медицина, сфера услуг, подготовка кадров и ряд других, непосредственно соприкасающихся с вопросами трудовой миграции. Министр инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль-Фалих высоко оценил динамично развивающиеся отношения между странами и их многогранное содержание. Намерены заключить соглашение с Министерством труда и социального развития Саудовской Аравии нашими коллегами по организованию подготовки кадров и защите их прав на территории Саудовской Аравии. Мы договорились провести в ближайшее время видеоконфермент-связь и организовать визит нашего делегации в наше министерство Саудовской Аравии. Есть отрасли, в которых мы могли бы сотрудничать с ферой организованной трудовой миграции. По итогам переговоров достигнуто решение о продолжении контактов с целью выработки межправительственного соглашения и других документов, формирующих правовую базу двустороннего взаимодействия. Делегация также посетила технопарк, где ознакомилась с действующими здесь шести производствами, ассортиментом и объемом выпускаемой продукции, а также с экспортным потенциалом в промышленных предприятиях. В частности, интерес членов делегации Саудовской Аравии наряду с другими производствами вызвал единственный в регионе завод по выпуску водяных насосов. Годовая мощность – 550 тысяч единиц. Проект реализуется совместно с ведущей китайской компанией. Также были изучены мощности завода-производителя газовых смарт-счетчиков. Партнерство осуществляется с итальянской компанией. Министру инвестиций Саудовской Аравии Халиду Альфалиху детально рассказали о потенциале завода, начавшего выпуск пассажирских, больничных, грузовых, панорамных лифтов и эскалаторов. Годовая мощность – 2000 единиц лифтов и 500 эскалаторов. Вниманию гостей представили и линейку выпускаемых здесь промышленных кондиционеров. Система охлаждения с производственной мощностью около 80 тысяч единиц в год. Завод по выпуску пресс-форм и штампов вызвал не меньше интерес высоких гостей. Годовая мощность проекта составляет 200 единиц. Преимущество завода – штампы любой сложности, использование высококачественного материала и оборудования. А на вопрос о планах на 2021 год гостям рассказали, что технопарк откроет еще 11 производств, а штат сотрудников составит без малого 12 тысяч человек. Приоритеты дальнейшего расширения многопланового двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе встречи в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан с главой профильного Министерства Саудовской Аравии. К диалогу пригласили руководители специализированного агентства, ряда компаний государства-партнера, а также глав Министерства иностранных дел и здравоохранения нашей страны и агентства по развитию рынка капитала. Гости отметили высокую результативность встреч, прошедшей в ходе их визита. Звучало, что тесное двустороннее взаимодействие на межведомственном уровне позволило определить приоритетные направления, обладающие значительным потенциалом для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. В частности, согласовать дальнейшие шаги по расширению узбекско-саудовского партнерства в энергетическом секторе, путем разработки проектов строительства электростанций, работающих на альтернативных источниках энергии, а также по модернизации национальной электроэнергетической системы республики, как на основе государственно-частного партнерства, так и прямых соглашений. В ходе диалога обсуждены конкретные проектные предложения, которые в ближайшей перспективе станут объектом детальной проработки. Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в процессе реализации практических мер по сокращению бедности. Подчеркнули и перспективность создания в Узбекистане совместных предприятий в сфере сельского хозяйства, птицеводства и животноводства. Гости выразили готовность оказать содействие в привлечении саудовских компаний к реализации проектов и программ социального и инфраструктурного развития удаленных регионов республики на принципах корпоративной и социальной ответственности. Речь была о совместной проработке ряда проектов в сферах нефтегазовой отрасли, здравоохранения, металлургии, производства струематериалов, информационно-коммуникационного сектора, транспорт и логистики, развития фондового рынка и туризма. По итогам встречи подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения нашей страны и компанией по оказанию медицинских услуг, а также между Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан и компанией, специализирующейся на IT-консалтинге. Послание главы государства Али Маджлису, вобравшее в себя задачи по дальнейшему развитию практически всех сфер жизнедеятельности, актуальные вопросы, которые предстоит решить в ближайшей перспективе, продолжает вызывать интерес мировой общественности. В том числе и ведущие российские эксперты отмечают для себя важные аспекты спича президента Узбекистана. В этом послании, как и в предыдущем, разворачиваются различного рода реформы, которые сегодня идут в Узбекистане и показаны, в общем-то, их подробный перчень. Очень интересно то, что президент начинает послание с социальных проблем. Говорится о том, что часть вещей будет реализовывать не только государственный бюджет, но и созданные или создаваемые правительством Узбекистана частные структуры. Ну, возьмите, например, дошкольное образование и создаваемые частные садики, которых должно быть, по мнению президента, не менее 25%. Очень важным и значимым приоритетом является рассуждение президента Узбекистана о внешней политике и взаимоотношении с другими государствами. Узбекистан – страна современная и развивается по разным параметрам и векторам, поэтому она готова сотрудничать с различными блоками, организациями государства. Мы видим, наверное, продолжение такого вот реформаторского курса на модернизацию экономики, социальной сферы Узбекистана. Данный курс очень интересен, грамотен и важен и поддерживает то, что было в предыдущих посланиях президенту Узбекистана. В целом, если говорить по экономическим аспектам, мы видим, что Узбекистану даже в прошлом году удалось достичь определенной позитивной динамики в развитии экономики. У Узбекистана стабильная позиция здесь и будем надеяться, что в этом году удастся развить эту позитивную динамику за счет продолжения работы по привлечению инвесторов, по развитию тех отраслей, которые обозначены правительством в качестве приоритетных, реализации тех планов, которые обозначены в качестве стратегических для развития. На ближайшее время таких программ у Узбекистана достаточно большое количество. Мы видим, что продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе и через соседние страны, что позволит Узбекистану продолжить развитие, освоение экспортных новых рынков, которые позволят обеспечить рынки сбыта для производителей в самом Узбекистане. У Узбекистану просто нужно продолжать работать, развиваться и достигать тех целей, которые обозначены в рамках программ и целей, обозначенных президентом. Продолжаем выпуск. Состоялось заседание рабочей группы Законодательной палаты Алии Маджлиса по организации изучения вопросов сотрудничества между Республикой Узбекистан и Евразийским экономическим союзом. Подробности встречи в материале программы. Цель одна. Она заключается в том, чтобы рабочая группа провела углубленный анализ всех аспектов членства Евразийском экономическом союзе, изучение влияния на национальную экономику. Участники заседания обсудили также перспективы сотрудничества с другими международными организациями и зарубежными странами. Исходя из посланий президента Республики Узбекистана Алии Маджлису, всестороннее изучение вопроса внедрения механизмов сотрудничества с Евразийским экономическим союзом в 2021 году, поиск путей полноценного использования широких возможностей этой региональной структуры является одним из основных задач данной рабочей группы, созданной в Законодательной палате. Во-первых, мы рассматривали правовые аспекты нашего статуса в качестве наблюдателя. То есть мы должны изучить все законодательные основы, все вопросы, связанные с правовым полем, для того, чтобы максимально защитить наши интересы в процессе сотрудничества в качестве наблюдателя. Следующий аспект, их было на самом деле около 10. Мы рассматривали вопросы торгово-экономического сотрудничества, вопросы, связанные с промышленной интеграцией между предприятиями нашей страны и странами-членами Евразия. Также были вопросы, связанные с расширением сотрудничества в сельскохозяйственной и агропромышленной сфере, поскольку для нас очень важно, чтобы мы осваивали новые рынки и выходили с нашими сельскохозяйственными продуктами на рынки стран Евразия, поскольку вы знаете, что в данном вопросе также имеются определенные проблемы. В связи с тем, что Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, необходимо более глубоко изучить механизмы правового регулирования сотрудничества для полноценного участия в рынках стран, входящих в данную организацию, отмечали выступающие. Подчеркивалась также необходимость усиления работы по адаптации национальных технических регламентов к требованиям ЕАЭС. В целях эффективной организации сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном подробно обсужден и одобрен проект дорожной карты на 2021 год. На заседании рабочей группы определены конкретные меры по передаче предложений и замечаний в соответствующие министерства, ведомства и организации, а также по установлению парламентского контроля за их реализацией. На основе государственной молодежной политики последовательно и эффективно осуществляются реформы, направленные на обеспечение жизненных интересов юношей и девушек, реализацию их потенциала и таланта. В стране инициировано множество проектов, направленных на поддержку поколения Next, в том числе по обеспечению его занятости, развитию предпринимательских навыков и деловых качеств. Идея создания малых промышленных зон молодежи уже воплощается в Коканде. Устойчивость экономики зависит от многих факторов, важнейшим из которых является рост деловой активности. Именно предпринимательство за счет мобильности, гибкости, инновационного подхода является драйвером процессов регионального развития. Еще одна малая промышленная зона создается на территории, прилегающей к свободной экономической зоне Кокант. Данный проект стал практическим воплощением инициативы главы государства о создании малых промышленных зон, озвученной на молодежном форуме в столице в декабре минувшего года. Амбициозные молодые предприниматели и представители администрации области собрались на презентации малой промышленной зоны, соединяющей узбекистанские и учкуприкские районы. В промзоне будет реализовано 86 инвестиционных проектов. Их инициатором выделены земельные участки на сумму 210 миллиардов суммов. В первый день 28 предпринимателям было передано 7,66 гектаров земли. В молодежной промышленной зоне Кокант с общей площадью 60 гектаров мы расположили 86 проектов на общую сумму 209 миллиардов сумм. В итоге реализации этих проектов будут созданы 2800 новых рабочих мест для молодежи города Кокант. И одновременно на данный момент сейчас отводятся земельные участки для молодых предпринимателей. И они, в свою очередь, уже начинают строительно-монтажные работы. Создание молодежных малых промышленных зон началось во всех городах и районах Ферганской области. То есть в 19 административно-территориальных единицах. В частности, в древнем Маргеллане под проект выделено 4 гектара земельных площадей. И еще 22 инициатора приступили к организации производств с объемом инвестирования 64 миллиарда суммов. Новые предприятия – это, конечно же, новые рабочие места для местного населения. Вся эта работа осуществлена по результатам изучений рабочей группы Хокемиата области в состоянии социально-экономического развития Коканда и Маргеллана. Между тем, конкретную работу в направлении всесторонней поддержки женщин проводят органы прокуратуры. Трудоустройство, освоение предпринимательских навыков, социальная помощь – вопросы, к которым особый подход. Примеры практической помощи, оказанные на Манганской области. Материали далее. Обеспечение занятости женщин, создание для них достойных условий жизни, защита их прав и интересов – задачи в приоритете. На основании реализации инициатив руководителя страны в этом направлении прокуратурой на Манганской области проводится конкретная работа по поддержке женщин в предпринимательской деятельности. К примеру, Зухра Бобоева обратилась к руководителю второго сектора с просьбой открыть собственное дело. Ей выделили здание в Махале-Базарбоше для открытия небольшой швейной фабрики. Выпускаемая здесь продукция уже реализуется на внутреннем рынке. Благодаря поддержке руководителя второго сектора я стала предпринимателем. Все мои цели постепенно осуществляются. Так мы трудоустроили 16 женщин, которые состоят в женской тетради. Также в настоящее время осуществляется строительство новой фабрики, которую к весне планируют сдать в эксплуатацию. Нашей целью является создать в ней уже 100 рабочих мест. Гуля Муминова из Махали-Тоймасабад Чустского района нуждалась в социальной поддержке. Прокуратурой оказано содействие в ремонте жилья, а также в организации теплицы. А это предприятие, где в настоящее время работают 50 женщин, включенные в женскую тетрадь. Перспективный проект предпринимателя воплотился благодаря содействию районной прокуратуры. Я проживаю в Махале-Тинчлик. Мой супруг инвалид первой группы, и мне помогли трудоустроиться. Я научилась здесь многому, и сейчас у меня есть работа. Немного стат данных. В прошлом году областной прокуратурой было рассмотрено 1279 обращений, восстановлены права 1030 женщин. Остальным также была оказана практическая помощь. За прошлый год обеспечили работой 558 женщин, 215 привлечены к предпринимательской деятельности. Свыше 1200 женщинам была оказана социальная и материальная поддержка. Органами областной прокуратуры совместно с соответствующими ведомствами среди свыше 530 тысяч женщин, проживающих здесь, проведен опрос, в ходе которого были изучены волнующие их вопросы. В результате изучения был составлен список 3259 женщин, нуждающихся в помощи. В этом году в ходе целенаправленной работы в Янгикурганском районе был проведен учебный семинар для председателей, махалей, ответственных лиц прокуратуры, девушек и женщин, внесенных в женскую тетрадь. В ходе мероприятия была дана информация о деятельности консультативного совета женщин. Обратившиеся в него соотечественницы получили швейные машины на основе льготного банковского кредита, а также им были даны направления в центры профессионального обучения. Кроме того, были организованы спортивные соревнования. В рамках реализации экологической культуры офис координатора проектов ОБСЕ совместно с Министерством дошкольного образования британско-узбекской компанией по устойчивому развитию и социальным проектам Хашарвик запустили программу по внедрению экологического образования и воспитания в систему дошкольного образования Узбекистана. В рамках проекта было отобрано 13 детских садов города Ташкента, которые опробируют методику обучения и дидактическую игру. Зеленый свет с зеленым технологиям в Узбекистане и экономике такого же цвета. В том числе, подобную траекторию пути наше государство выбрало вслед за развитыми европейскими странами, присоединившись к реализации масштабных проектов в этом направлении при содействии ОБСЕ и ряда партнерских организаций, которые никогда не прочь совершить увлекательное путешествие в мир детства. Об этом и проинформировали на пресс-конференции. Что касается Узбекистана, то в республике разработаны национальные стратегии действий на 2021 годы. И в этой стратегии действий, конкретно обозначены действия по улучшению окружающей среды, по улучшению системы очистки воздуха воды. Сторонний подход к безопасности, в том числе и работы с загрязнением окружающей среды, является первостепенным. Это, конечно, касается и загрязнения воздуха, воды, и состояние здоровья человека. Раздельное питание, инклюзивное образование, а с недавнего времени и экологическое воспитание пошагово будет внедрено в систему дошкольного образования. Пилотный проект, реализованный в 13 дошкольных образовательных организациях столицы, продемонстрировал эффективность. Духовно-нравственное развитие юного поколения, о котором неоднократно говорит президент страны, требует принципиально новых подходов и идей. Так что не только познавать окружающий мир, но и любить и беречь природу. Теперь будут учить самых азов в детском саду. Учить детей и их родителей. По специально разработанному сценарию, в котором отходом определена увлекательная роль. 19 января на виде селекторного совещания со стороны уважаемого президента Республики Узбекистан Шарката Мирмановича Мерзьёева был дан в старт совершенно нового подхода в духовном и нравственном воспитании нашей молодёжи. В системе дошкольного образования, в вопросах экологического воспитания и образования уже отражены в государственных требованиях и государственных программах Илькадан, где предусмотрено ознакомление с окружающим миром, ознакомление природы, где отведено 72 часа в год, а также формирование здорового образа жизни. Мы можем резюмировать тот факт, что экологическое воспитание чрезвычайно серьёзный, важный тематический блок в программе любой дошкольно-образовательной организации. Министерство дошкольного образования при разработке и реализации пилотного проекта по экологическому воспитанию и образованию запустили программу по внедрению экологического образования и воспитания в систему дошкольного образования Республики Узбекистан. То, что мусор сам по себе никуда не исчезает, а совершает круговорот в природе, дошколятам тоже разъясняют правильно и точно. Мелкую моторику и вербальный интеллект при этом не отменяя. В качестве показательного примера из практики в министерстве дошкольного приводят ответ маленьких почемучек, которые на вопрос математической задачки, предполагающие решение посадить недостающий цветочек для бабочки, предлагают собственное решение. Не надо рвать цветы. Но чем не единственно верный ответ юного поколения? Вы смотрели информационную программу Новости 24. Оставайтесь вместе с нами на нашем телеканале. Всего вам самого доброго. До свидания.